Жителя Мурманска, который убил девочку и сжёг её труп, признали судом виновным. Также следователям удалось доказать причастность мужчины к разбойному нападению. Оба преступления произошли в 2019 году. Вечером 15 января в подъезде одного из домов по улице Новая Плата, мужчина отнял сумку у женщины, а после того, как северянка упала, нанёс ей несколько серьёзных ударов по голове. А 11 марта подсудимый на улице Кнеповича так избил 13-летнюю дочь своих знакомых, что от нанесённых побоев школьница умерла. Чтобы несять в тюрьму, убийца расчленил тело ребёнка, сложил в сумку части тела, которые затем сжёг в арендуемом гараже. Для вынесения вердикта по этому уголовному делу было выполнено более 30 судебных экспертиз и допрошено более сотни свидетелей. Для поиска без вести пропавшей девочки привлекалось свыше трёх сотен человек. Задействовались беспилотные летательные аппараты. Установить обстоятельства совершённого преступления помогли видеозаписи с частных камер наружного наблюдения, а также тщательная экспертиза, проведённая криминалистами и сотрудниками Кольского научного центра РАН. Несмотря на то, что преступник полагал, что полностью уничтожил тело, привлечённые сотрудники Кольского научного центра РАН в результате проведения уникальной химической экспертизы, в ходе которой было выполнено несколько десятков экспериментов, смогли установить в обнаруженных золе и пепле наличие микроэлементного состава, характерного для зольного остатка организма человека. В ходе предварительного расследования мужчина, вину в совершении убийства, не признал. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступления против половой неприкосновенности. Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года и штрафа в сумме 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.